Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая. Как узнать свою половинку?» И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты, суженный, и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает? Во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. «Долго-долгая путь дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха? Откуда она ждет суженного? Из-за морской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька. Всегда были мы христианами». Она надеется, что тот, кто ей приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. «Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелется, и в душе его жар-огонь не газ. Успокоится пусть метелится». Она надеется, что он, ее суженный, будет наполнил по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженного она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее Перу женщины. По имени Виола Летт она пишет. «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. В люблю чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки. «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженный мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано, который из них суженный мой. Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека. То есть, есть в народе идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах священного писания Библии, Слово Божие, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много вне библейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам. Он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер. И сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытие написано, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит, «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо». Это будет существо, похожее на тебя и вместе с ним отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать, как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил. Ну и Адам хоть и не был искушен в вопросах подвохов, там знаете, всяких обманов, может, все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит, а что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо? И Господь говорит, для этого мне придется тебе отрезать правую руку. Помните, это аллегория. Правую руку, сказал Адам. Подумал, подумал и говорит, а нельзя ли чем-то меньшим обойтись? Ну, Всевышний говорит, а хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа? А, он посмотрел на себя и говорит, а ребро не подойдет? Ну, Творец говорит, давай попробуем. И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы, не будьте как те дети, которым играют на свиреле, они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было шесть этажей. От первого до шестого. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача. Правда, дорогие? Так вот, женщина одна заходит и видит, на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один, на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает, давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается, на втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше? И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает, ну если и это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину, женщины. Разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на шестой этаж и видит табло. И на табло написано, вы посетительница номер 31 миллион 456 тысяч 12-я на этом этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить. А напротив, построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстна в интимной жизни. Всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженного своей половинки. И в действительности, хотя сказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки. Правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам, что означает слово суженный, что вообще имеется в виду, какая концепция здесь подразумевается. Толково словообразовательный словарь говорит, суженный это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный Викисловарь говорит, суженный это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть, есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть, для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженных. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках, о наличии половинок. Как и многое в нашей культуре уходит корнями в прошлое, в данном случае в представление древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, грамматику и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге Пир рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин андрогин соответственно греческий андрос означает мужчина, гюне женщина. Андрогин это мужчино-женщина или женщино-мужчина. То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильной половинки. И именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены это концепциями, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге Бытие. Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие половинок до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд книга Зоар говорит, «Человек не менее, не менее, не менее, вот эта концепция сохранилась». Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть, это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть, как бы, вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы, то есть, вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, вместо медового месяца. То есть, вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для себя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека, он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни, он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ, удовлетворяет или не удовлетворяет, тот он или не тот. Что дальше? Естественно, появляются сомнения, потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка, может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнение уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою. Евангелие от Марка 4 глава, само собою. Да, что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, и что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или драйвишек, я теперь уже точно не повторю ошибок, теперь я знаю, чего мне хочется, теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. Если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать, в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследование. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые пятикнижьи Моисеева читают уже многие, сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина друг человека. Ну, женщины, я вас спрашиваю не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит. И давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», пятая глава, первые два стиха. «Бытие», пятая глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих? Человека. Единственное число. А потом сказано «создал его», а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим как имя он нарек. Запомнили? И нарек им имя «человек» – единственное число. Не «человек» и множественное число, а именно «человек» – единственное. То есть, давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одной плотью. То есть, изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи. Спасибо.